1 сентября семья Диановых принимала гостей. К ним с подарками приехали глава администрации Борис Беляев, его заместители, специалисты отделов и предприниматели города. Буквально каких-то две недели назад мама двоих детей не знала, как им жить дальше в таких условиях. Дом маленький, удобств никаких. Жилище отапливается дровами. Но и на них сейчас у молодой мамы денег нет. А впереди зима. За помощью в августе этого года женщина обратилась к главе администрации города Борису Беляеву. Крышу перекрыть новую, дрова просила, денег нет. Детские только получают 900 рублей на двоих. За короткие сроки специалисты обследовали жилищно-бытовые условия семьи. И уже для принятия решения глава города лично приехала оценить сложившуюся обстановку. Прибывшие вместе с мэром города руководители структурных подразделений, специалисты и предприниматели осмотрели дом, в котором на сегодня проживает семья. И уже на месте были определены объемы строительных работ. Хозяйка Яна Нургалевна говорит, что об этом они только мечтали. Теперь появилась надежда, что скоро у них с детьми будет свой уютный, более просторный, теплый дом. Дрова привезли сегодня, машину дров. Обещают комнату пристроить. Большое спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Семья планирует разбить на участке фруктовый сад, начать разводить живность. Словом, появился стимул жить и работать. Предприниматели, строители нашего города помогут им сделать фундаменты, возведут стены из бруса, построят крышу, для того, чтобы они могли в зиму быть под крышей. Сложные ситуации у семьи Афанасьевых. В семье трое несовершеннолетних. Жизнь приходится в спартанских условиях. Жилья семья лишилась еще в 2010-м. После пожара от дома осталась небольшая комната, где и живут сейчас все пять человек. Конечно, муниципалитетам выделено жилье из резервного фонда в городе. Но Афанасьевы решили вернуться в родное село. Начали потихоньку восстанавливать свой дом. Потихоньку, потому что средства не позволяют сделать это быстро. У нас был пожар. Дом сгорел. Мы начали отстраиваться. Муж болеет, инвалидность никак не дают. Поэтому администрация нашего города решила оказать помощь в строительстве. Хотя бы построить, чтобы было большое спасибо. Нам и так помогали. Молодцы. Соцработники. И вот в шесть лет уже они с нами вместе не бросают. Вообще огромное спасибо. Глава администрации осмотрел постройки и обсудил с предпринимателями масштабы работы. Главное, что теперь эти семьи не одни со своими проблемами. Они взяты на контроль. И им будет оказана существенная помощь. Сегодня мы видим, что бизнесмены, бизнес-предприниматели идут навстречу именно таким семьям, которые попали в трудную жизнь ситуацию. Мы договорились о том, что именно в этом доме мы утеплим стены, сделаем полы, утеплим крышу, поставим двери, чтобы они могли зимой, по крайней мере, в более комфортных условиях себя ощущать. На следующий год мы постараемся сделать перестрой здесь, ну и чтобы они могли бы чувствовать себя комфортно. Мне очень хочется сказать большое спасибо нашим предпринимателям, которые окажут помощь и поддержку в части подарков ко дню знаний 1 сентября. Я думаю, что это очень стимулирует наши семьи чувствовать себя защищенными. Пообщался Борис Владимирович и с детьми, как учится поведение в школе и отношения дома. Ребятам, а в семье одни мальчишки, он посоветовал заняться спортом. Это полезно для здоровья, но и позволит постоять за себя. Ну а младший Виталий пообещал главе администрации учиться без строек. Кстати, по словам мамы Веры Афанасьевой, органы власти оказывают помощь регулярно, как в сборе детей в школу, так и в других социальных вопросах. И в этот день обе семьи получили от предпринимателей города продуктовые наборы ко дню знаний.